Всем привет! Вы на канале Жить в Краснодаре. Сегодня 15 августа. Вчера мне купили новый телефон. Старый у меня вообще сломался, просто уже не заряжается. И постоянно со звуком же были проблемы. Пошли, купили мне какой-то телефончик. Опа! Называется новый. Не знаю, сегодня видео такое, тест-видео на картинку и на звук. Расскажите мне, как вам видео с нового телефона, как звук. Ну вот, сниму вам видео со своего дворика заднего, со своего садика. Кстати, обратите внимание, какой у меня голос. Сделала я укол от аллергии. Тьфу-тьфу-тьфу, тьфу-тьфу-тьфу. Если надо какой укол, напишите мне, я вам скажу, если вы вдруг страдаете от аллергии. А в Ярославе, кстати, тоже мы сделали такой же укол. Но вот смотрите, в каком состоянии у меня задний двор, мой садик. Все заросло. В этом году просто поразительно прекрасное лето. И идет дождь достаточно часто. Вообще, по идее, у меня тут травы не должно быть уже казона. У меня должно быть тут высохшее поле с вот такими с палец трещинами на земле. А это вот, видите, какая нынче красота. Сегодня мы решили... Сегодня не очень жарко. Сегодня градусов 28. И мы решили навести тут порядок. Вова настроил уже газонокосилку. Оказалось, у нас кончилась эта леска. Он поехал в Леруа за леской. Да? Поехал в Леруа за леской. Вот сейчас приедет, он будет косить газон. А я вот занимаюсь, вырезаю старую малину. Давайте я вам покажу, как у нас выглядят наши овощи. Ой, фрукты, да? Это, наверное, фрукты. Это вот, смотрите, чернослив. У нас уже такой слива. Вот в таком состоянии. Все, что зреет, все червивое. Ни одной целой не было. А ягоды, или как она правильно назвать, вот, если ее сейчас разрезать, то там обязательно будет червяк. Хотя мы в этом году обрабатывали деревья пару раз. Осенью не обрабатывали, обрабатывали только весной. Ну, вот видите, какой урожай. Но все равно я очень его люблю. Очень, очень приочень люблю этот чернослив. Вот, ну, что ж поделать. Червивый, значит, червивый. Зато натурпродукт. В этом году его немного, но он очень крупный. Груши вот такие вот у нас уже. Вот они, смотрите, какие груши уже огромные. Лампочки. Они сладкие. Мягкие такие сладкие грушки. Их тоже немного. Вот еще, видите, там вот. Мы же в прошлом году обрезали это дерево. И получается, что оно только вот на этих, на старых, на старых нижних ветках груши у нас растут. Но их только кушать, эти груши. А вот из вот этих груш, сейчас я вам покажу. У нас же, вот видите, на одном дереве два сорта груш. Вот привитая ветка. Вот из этих груш я закрывала компоты. Вот эти еще зеленые. Ну, тоже, видите, уже портятся. Ну, ничего, я их обрезаю. Они тоже с червями внутри. Ну, не все подряд, конечно. Ну, в большей массе. Вот. Ну, вот эти еще не созрели. Они еще такие прям дубовые. Сильно дубовые. Вот. Грушки. Их в этом году очень много. Я смотрю, у соседей тоже прям очень много груш. Пойдемте, вам дальше покажу. Смотрите, у нас вот сейчас малину обрезала. Ремонтант. Ну, пойдемте туда, в дебри. Сейчас пройдем. Сейчас мы эту всю траву скосим. Кстати, я как-то постоянно жаловалась, что у меня времени не хватает, чтобы порядок навести. В общем, знаете, какой я вывод сделала? Для того, чтобы навести порядок, например, вот на таком участке, да, вот. У нас тут сколько? Ну, у нас всего пять с лишним соток, но дом стоит здесь, наверное, три соточки. Самое главное, правильно распределить растюхи вот эти растения. То есть посадить растения по краям, по периметру, да, можно сказать, а посередине оставить газон. Тогда, чтобы там дрову прорвать по краям, да, и убрать газон, покосить газон, и потом убрать эту траву, но максимум три часа вам потребуется. Это нужно сделать, будет, раз в две недели. Поэтому, в общем, самое главное правильно сделать, ну, правильно распределить, как, не организовать свой труд, а правильно распределить. Ну, в общем, вы поняли, да, меня? В общем, вот так вот. Вот видите, у нас тут все по краям, а посередине, вот тут, кстати, газон. Вот такая трава, мне так нравится вот эта газонная трава. Она вот прям какая-то переросла за несколько лет и стала прям такая вот шелковистая. Яблочки у нас тут валяются, попадали. Тоже все червилые. Что-то в этом году все червилое. Ну, яблок уже практически нету. Чуть-чуть остались там, там. Вот они. Видите, по чуть-чуть. То там, то сям. Такие девчонки постоянно собирают падалицу. Мы ее закапываем. И вот еще. Кошечка, мама. И вот этот вот тоже. Тут еще вот такие яблоки. Вот такие вот красивенные яблоки. Тоже их в этом году немного. Большинство тоже уже все попадало. Хрен мой. Представляете, в этом году вот сейчас делаю закрутки. Огурцы купила по 50 рублей. Вообще огурцы 60-65. Вот купила по 50. Вчера мариновала. Хрен есть. А укропа вообще нигде нет. Вот с прошлого года у меня нет ни одного укропа. Два года назад у меня вот тут заросли были вот этого высокого сухого укропа. Иди сюда, иди сюда, поздоровайся, Ванесиандра моя. А в этом году вот приходится покупать сушеный укроп. Привет, моя девочка. Привет, моя сладкая. Вот такая у нас любовь. Вот такая у нас подкидочная собака прекрасная. Милаш такой она у нас вообще. Вот прям милая такая, очень умная и добрая собачка оказалась. Лежит в траве, обалдеть. С кошками они уже очень даже дружат вместе. Собака даже иногда их лижет, кошек. Да? Вот они, видите? Рядышком у меня. Что одна, что другая. Лапуша моя. Пойдемте, я вам покажу свою ежевику. Вот такая ежевика. Вообще, мне, честно говоря, не нравится ежевику собирать. Получается, что раз в день собираешь по 10 ягодок. Видите, вот она вся зеленая и только одна ягодка поспела. Ничего с ней толком и не сделаешь. Я единственное компот сделала, груши пособирала, ежевика туда побросала для цвета. А так она, конечно, вкусная, но то, что ее вот мало собирается, как бы не очень, так скажем, приятно. Но вот этот сорт еще ничего длинненькая, а вот эта вот прям портится. Кругленькая, видите, прям портится. На ходу вроде бы она и зеленая еще, кисловатая есть, не очень ее вкусно. Но она уже вот как бы подпорченная. Видите? Что там, курицы соседские, да? Пойдемте. Пойдемте дальше. Заросли. Вот, значит, малина сохнет, поливать надо. Несколько дней очень жарко было, градусов 37, наверное, дня 4 стояло. Вот это сейчас все подкашивает в ванной. Вот, видите, какие тут заросли. И вот ремонтантная малина у нас есть. Сейчас давайте я вам покажу ее. Вот она. Тоже портится, не хватает ей влаги. Все нужно поливать обязательно. Обязательно. Все нужно поливать. Вот сегодня моя задача вот эту всю старую малину вырезать. Вова косилкой придет, казанокосилкой. И будет у нас тут порядок и красота. Инжир тоже ему не хватает. Видно, влаги осыпается. Там было ягодок 8, наверное. Но мы ни одно не съели, она прям как-то сохнет и портится. Ну, вот такое вам небольшое видео. Но напишите, как вам картинка и звук с моего нового телефона. Аплодеку. Аплодеку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...